Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Наука и галий, но мы решили, раз говорим про диктант, то вы будете представлены именно так. Давайте вводные. 14 апреля. 14 апреля тотальный диктант шагает не только по нашей стране, он шагает по всему миру. Все шесть континентов планеты пишут тотальный диктант и даже когда-то писали в космосе. Так что мы с гордостью говорим, что тотальный диктант не только захватил планету, но и даже за ее пределами тоже существует. Ну, конечно, больше всего площадок и городов, конечно, российских, но и за рубежом не отстают. Все больше и больше стран. Насколько мне известно, вот в последнее время уже даже стали людей готовить к этому. Если до этого, там, в 2004 первый диктант был написан, да, люди писали, охали-ахали, сколько у них ошибок, ну и все. А сейчас идет уже как репетиция такая, подготовка. Диспансеризация. Ежегодная диспансеризация. Профилактика безграмотности или профилактика ошибок. Уже несколько лет, и в Москве в том числе, действительно организуются офлайн-курсы, которые мы называем «Русские по пятницам», потому что они исторически в Новосибирском государственном университете проводились и проводятся по пятницам, и в Москве тоже. Но в других городах они проходят в разные дни недели, вот в Владивостоке даже чуть ли не каждый день. И есть еще онлайн-курсы с недавнего времени на сайте totaldict.ru, можно подготовиться к тотальному диктанту. Эти курсы не совсем обычные наши, вот эти подготовительные, потому что мы готовим к написанию конкретного текста. Мы же знаем текст, мы знаем, предполагаем, с какими сложностями столкнутся наши участники, и стараемся им помочь написать именно этот текст хорошо. То есть мы выбираем для наших занятий, всего у нас 8 занятий оффлайн проходит, выбираем те орфограммы, пунктограммы, которые кажутся нам самыми проблемными. То есть подождите, Мария, вот этот диктант, который пройдет вот этот вот везде-везде-везде и даже в космосе, его заранее кто-то знает уже? Конечно. О, а что так неинтересно? Почему неинтересно? А как его готовить? У нас есть экспертность... Раньше же, помните, присылают в школу три варианта экзаменационной работы. Участники не в коем случае не знают. Нет, 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 знает экспертный совет тотального диктанта, который к тотальному диктанту готовит комментарии. Потом как, надо было писать и почему. И мы, например, знаем, что в этом диктанте будет, допустим, причастие с одной-двумя «Н». Мы повторяем это правило. А текст, который не видит, что в тексте... Текст — это наша самая страшная тайна. Тем не менее, мы можем озвучить, какое произведение в этом году будет, да? В этом году у нас принято, что тотальный диктант пишут специально для нашего проекта приглашенные авторы писать. Известные русскоязычные. Но в этом году Гузель Яхина отдала тотальному диктанту некоторые фрагменты своего еще не опубликованного нового романа. Замануха такая, потом всем уже станет интересным. Не совсем идентичный там, не совсем он тождественен роману, потому что чуть-чуть все-таки кое-что изменено. Посмотрите. Мне кажется, участника будет интересно написать. Потом выйдет в мае, по-моему, должен выйти новый роман, прочитать его и сравнить. Найти знакомые слова. Причем те, кто являются читателями, им специально говорят, не проверяйте тотальный диктант свой, вот купите роман, прочитайте и все. И проверьте ошибки. Да, проверьте ошибки. Ежегодно популярные люди являются и лекторами, то есть они читают диктант. Мы их называем диктаторами. Диктаторами, вот. Мы называем их диктаторами, и даже в некоторых городах, ну в Москве в том числе, мы им дарим значок диктатор. Диктатор. Человек, который прочитал текст аудитории. Мне еще интересен ваш путь. Мария, вот смотрите, с 2004 года, 2004, тотальный диктант начался, да? То есть акция сама началась. Вы стали организатором тотального диктанта в Москве. Как так получилось? С какого момента вы присоединились? На каком этапе? И вот расскажите о своих впечатлениях каждый год. Что менялось? Что менялось, да. Как говорят у нас на конференции, большое спасибо за интересный вопрос. Я попала в тотальный диктант случайно, как филолог. Я приехала на конференцию в Новосибирск. Каждый год в январе или в феврале, в конце января, в начале февраля в Новосибирске проходит конференция тотального диктанта, где собираются организаторы и филологи, которые принимают в этом участие, и обсуждают итоги, намечают новые пути, общаются, знакомятся, решают разные-разные-разные вопросы. Я попала на эту конференцию случайно, но даже могу выдать вашим слушателям, зрителям секрет. Максим Анисимович Крангауз меня попросил туда поехать, потому что пригласили его, а он не мог, у него была другая поездка. Я приехала туда вместо Крангауза. У меня даже значок такой есть, вот это мой значок без правил, один из любимейших. У меня есть значок «Маша вместо Крангауза», потому что меня так и называли везде. «Маша вместо Крангауза». Никто не понимал, кто и зачем. Я увидела этих людей, я узнала много про проект, ну многое, и влюбилась в него. Вот я почувствовала этот момент, что это мое, и я хочу. И в этом году, это был 2014 год, я была главным филологом в Москве, то есть председателем экспертной комиссии, как это у нас называют. Я руководила проверкой, мы общались с другими коллегами-филологами, а уже в следующем году я стала и организатором в Москве. И за годы работы нашей команды московской, очень небольшой, мы гордимся тем, что мы выросли с 600 человек, это год вот до моего появления и до появления нашей команды в столице, до 22 тысяч в прошлом. 22 тысячи москвичей гостей столицы, как мы говорим, пришли и написали в 17-м году тотальный диктант. Это очень для нас радостно, это самый главный для нас подарок, потому что наша, конечно, задача, ну так если формально говорить, привести людей. Вообще неважно, на какую оценку вы напишете, совершенно это ни о чем не говорит. Это говорит о том, лишь справились ли вы конкретно с этим текстом. Это никак не характеризует вашу грамотность, потому что тексты очень разные. И в них, конечно, есть правила, которые в школе не изучаются, потому что проект для взрослых, которые уже закончили школу, и текст такой, ну, условно естественный текст русского языка, он не адаптированный, он ни под какие правила не подгоняется специально. Вот он такой, каким его написал автор. Поэтому оценки по большому счету, ну, так напрямую с грамотностью не коррелируют, оценки на диктанте. У меня есть вопрос. В связи с тем, что вы заговорили об оценках. Вот много лет прошло с момента старта всего этого большого дела, замечательного. Наверняка это дело обрастает какими-то дополнительными функциями. То есть не только проверка своей грамотности, но и, допустим, вот пришел к вам какой-то человек, который, ну, условный филолог, он в процессе обучения в ВУЗе находится. Влияет ли эта оценка, полученная на тотальном диктанте, на его учебу, либо дальнейшее существование в рамках профессии, или же вообще, в принципе, на будущую работу, допустим? Ну, может быть, у кого-то какие-то личные истории подобные есть. В принципе, вообще вряд ли влияет. Я могу сказать, что, уверенно могу сказать, что студенты-филологи, например, и даже старшие школьники, которые к нам приходят участвовать в проверке тотального диктанта, а мы приглашаем специалистов проверять. 22 тысячи работа проверить. Будущих филологов, да. Вот они те правила, которые встречаются в тотальном диктанте этого года, знают лучше всех. Здорово. Класс. Это, ну, такой важный для них опыт, да, и потом большое достижение. А что касается результатов и о чем мы можем говорить, у нас есть некоторые интересные выводы в течение вот этой нашей деятельности, филологические именно. В частности, мы уверенно можем сказать, что школьное образование, образование хорошее. То есть люди, которые изучали в школе русский язык, уделяли этому некоторое время, в школьных правилах ошибок не делают. То есть на вся-вся у нас практически нет ошибок. Это прекрасно. И Жиши пишут через язык. На Жиши, конечно, пишут через язык. А сейчас правильно пишут. Ну, то есть то, что в школе отрабатывается, отрабатывается хорошо. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Здравствуйте, дорогие друзья. Это действительно программа «Наука и технологии». Лиза Калинина, Никита Некрасов. Мы здесь уже были и будем еще дальше. А вот наши гости, Мария Равинская, занимаются ликбезом ликбеза. Вот так вот я бы сказал. Мы разговариваем о тотальном диктанте. И задаем все самые важные вопросы. Потому что уже очень скоро тотальный диктант состоится. Да, 14 апреля. Если вопросы есть у вас, то вы, пожалуйста, их задавайте в группу «Страна.ФМ» в ВКонтакте. А мы все обязательно переадресуем. Удивительно, как вот эта стопка тетрадей, как в школе. Листов. Листов, да. Ну, я уверена. Проверяется. Сколько же человек обычно это делает? И кто? Учителя русского языка? По-разному. Ну, у нас ситуация специфическая, потому что в Москве пишут в среднем 10% от всемирного количества участников. Хочу сказать нашим прошлым зрителям, 200 тысяч в мире в прошлом году написали тотальный диктант люди. Класс. Нам тоже очень нравится. Да, и 20 тысяч в Москве. Ну, что будет потом и 300, и 500, и миллион. А потом, представьте, как Новый Год. Всей страной в едином порыве. Так вот, Мария, нужно было организовать, чтобы стопку 20 тысяч листов проверил кто-то в Москве. Причем каждый диктант мы проверяем по два раза, чтобы минимизировать количество ошибок при проверке. Мы приглашаем проверять тотальный диктант и учителей, преподавателей-филологов, студентов-филологов разных вузов. У нас активно в городе принимают участие в проверке Московский государственный педагогический университет, Высшая школа экономики, филологический факультет, городской педагогический университет. Друзья наши, очень мы много всяких совместных проектов делаем. В общем, студентов-филологов больше всего. И отдельно у нас есть любимая наша армия. Это отличники тотального диктанта прошлых лет. И люди, грамотности которых мы доверяем безусловно, которых зовем помогать проекту, потому что, конечно, своими силами такую работу быстро мы сделать не можем. Как много людей пишут на пятерке? Тоже есть же статистика. По-разному. Это зависит от текста. Все-таки тексты разных лет не совсем, да, по сложности даже как-то совпадают. Прошлый год оказался интересным, потому что в прошлом году неожиданно мы получили уникальный результат. В среднем обычно отличников тотального диктанта где-то полтора-два-два с половиной процента. Ну, мы так и рассчитывали. В прошлом году отличников было 10%. Ух ты. Очень интересно, какой будет результат в этом году. И чем объясняется вот такой вот скачок числа отличников? Ну, может быть, двумя причинами. Ну, вот это моя гипотеза. Мне кажется, что, во-первых, это вызвано тем, что в тексте Леонида Юзефовича не было правил, которые не изучаются в школе, как в прошлые годы мы попадали периодически. Вот одна орфографическая ошибка в сложном слове, про которую школьная программа не говорит, и уже одна орфографическая ошибка – это уже не пять. То есть четверок может быть много, а количество пятерок падает. И, во-вторых, я все-таки уверена, что эти наши курсы подготовки к тотальному диктанту, которые уже много лет проходят, и онлайн-курсы, все-таки набрали вот эту вот критическую массу, когда наши постоянные участники вышли на свои, наконец-то, пятерки. А у вас получается двойная польза, то есть радость от того, что процент получивших пятерки увеличивается, и плюс на следующий год есть кому-то проверять. Больше проверки, конечно, конечно. Смотрите, получается, люди, которые, как правило, пишут на пятерки, да, вы не узнавали, кто это? Это филологи? Или бывает по-разному? Далеко не всегда, далеко не всегда. Когда отличников в Москве, например, было меньше, чем в прошлом году, и была возможность у нас их подробно расспрашивать, кто эти люди, мы узнавали, что это люди, чья профессиональная деятельность с языком никак не связана. Ну, например, кстати, вы просто не реализируете. У кого-то магазин, интернет-магазин посуды, кто-то работает продавцом, кто-то работает бухгалтером, кто-то, очень только военных почему-то. Я даже с вопросом, почему именно военные так хорошо владевают орфографией пунктуации. Есть гипотеза, что человек, который выучил устав, может легко выучить ирозонтали, например. Отлично. Мария, такой вопрос. В связи с чем появилась такая необходимость писать тотальный диктант? Вот уже 14 лет назад. Введение соцсетей. 15. 15, да? Ну, в 2004 уже? Почти 15. Вот 15 раз мы будем писать. Вы поняли, что население безграмотным стало? Ой, нет, все не так серьезно. Или в чем вопрос? Никто ничего не понял. Шучу я, конечно. Это придумали студенты Новосибирского государственного университета. Родина тотального диктанта? Там родина тотального диктанта. Они придумали это как, с одной стороны, игру, с другой стороны, как вызов. Вот сможем или не сможем. Писали текст Льва Толстого, как все писали всегда. Но в Новосибирском государственном университете это сделали они так здорово, так классно. И так повезло с названием сразу, я считаю. Что оно сразу придумалось как тотальный диктант. что это повторили на следующий год и дальше, и он очень быстро распространился, ну потому что это здорово, и потому что это про русский язык. Всё-таки ничто нас так не объединяет, как русский язык. Это, наверное, единственное, что и важно всем, и интересно всем, и близко всем, вне зависимости от любых факторов, возраста, пола, образования, интересов, хобби, прочего-прочего. Поэтому из-за того, что она была такая акция юная, молодая, яркая, бодрая, и про русский язык, она и стала такой успешной, я считаю. Вот она распространилась, она вышла за пределы университета, потом она вышла за пределы Новосибирска, и вот в 2014 году, по-моему, она вышла за пределы планеты. Написали в космосе. Олег Артемьев написал «Космонавт». Ровно поэтому никто не ставил перед собой каких-то вот таких вот проблем, я бы не сказала даже задач, проблем, что вот, кругом все безграмотные, сейчас мы на эту амбразуру грудью ляжем. Соцсети. Потом это все сильно преувеличено, вот тотальный диктант про соцсети очень хорошо показал. У нас было слово в тотальном диктанте «жжет» в одном из. И, конечно, мы ждали албанского «о» в этом слове, а его нет. Все знают, как писать. Когда они балуются и что-то там в интернетах, этих наших интернетах шутят, они пишут через «о». Но когда они хотят получить хорошую оценку, например, на тотальном диктанте, они знают, какую букву писать правильно. Поэтому я бы не впадала в панику по поводу все вообще безграмотности. Все неплохо. У меня к вам вопрос, Мария. Во-первых, вернее, даже два вопроса. В силу массовости тотального диктанта есть ли на вашей памяти прецедент, когда писали, допустим, какие-то наши зарубежные друзья, учащиеся, допустим, Патриса Лумумба института. То есть те люди не носители русского языка. А второе вопрос. Были, может быть, с этим связаны? Или вообще, в принципе, если от этого отойти, какие-то интересные, смешные случаи? Так снизим градус серьезности нашего разговора. Мы вроде не были очень серьезные. Все хотят писать тотальный диктант. Это очень приятно. И, конечно, к нам приходят из года в год и наши друзья, участники, для которых русский язык не родные. Специально для них. Последние годы мы придумали спецпроект в рамках тотального диктанта, который мы назвали Труд. Т, Д, Т и Д, начальные, конечные, это тотальный диктант. И Ру в середине, когда Менру. Тест Труд. Это тест для иностранцев на знание русского языка на основе текста тотального диктанта, чтобы они все-таки проверили свое знание не орфографии и пунктуации, как мы, носители языка, а понимание текста, знания слов и прочее. Он стал очень успешен. И в Москве его тоже пишут. Больше всего, по-моему, пишут в Владивостоке иностранцев. Всем он очень нравится. В Москве итальянцы в кафе-мороженом писали, радовались. В конце этого теста есть маленький кусочек на аудирование. Это именно часть настоящего тотального диктанта. Но, в принципе, он устроен так, что никто не уходит без уж скольких-нибудь баллов. Скольких-нибудь. чтобы люди чувствовали себя приобщенными к большому празднику русского языка. А пока мы не придумали этот тест, конечно, иностранцы приходили, мы проверяли потом эти работы. Мы строго говорим проверяющим, что сколько бы ни было там ошибок, мы должны проверить и отметить каждую. Понятно. Потому что человек должен получить всю проверенную работу, а не то, что у него там 100 ошибок в первом абзаце, и дальше ничего красного. Да. Ну, вот так вот. 14 апреля, Мария, да, давайте вы. 14 апреля по всему миру состоится сам диктант. Важно уточнить... Время есть уже? Уточнить, в какое время именно в вашем городе начнется тотальный диктант. В Москве в 14.00. Потому что проект делит всю планету на три части, и в каждой части диктант начинается в разное время. 4 апреля регистрация. 4 апреля в 5 утра по Москве открывается на сайте тотального диктанта totaldick.ru регистрация на площадке тотального диктанта. Обратите внимание, что есть площадки, где регистрация обязательно, и есть площадки, куда можно прийти без регистрации. Стихийно. Лучше отметиться все-таки, что я пойду, потому что организаторам проще, когда они будут знать, сколько человек к ним собирается прийти. А за какое время надо приехать туда? На место. Вот я зарегистрировался, вот мне надо ехать в Академию наук. Опять же, смотря какая площадка. Ну, у нас тут, опять же, богатый опыт, потому что у нас есть большие площадки, где у нас диктуют яркие звезды, известные медийные личности. И, конечно, лучше туда приезжать заранее, чтобы не стоять потом в очереди в толпе. Ну, за полчаса хотя бы, минут за сорок. А есть маленькие площадки в районных библиотеках, например, куда можно прийти без 15,2, вполне занять свое место и написать тотальный диктант. Кто диктатор, как правило, это всегда вы приглашаете людей, или кто-то просится? Или у вас очередь уже стоит? Да, кто-то просится, хочу прочитать, хочу прочитать. Как это происходит? Мы очень рады всем, кто хочет прочитать, и стараемся дать такую возможность. У нас много площадок в Москве, и в школах, и в библиотеках, и в музеях. Много-много-много. И мы рады интересу к нашему проекту. Если хотите прочитать, мы ждем ваших писем на почту msk.ru. Ну, чтобы кастинг прошли, хорошо ли, говорят. Вот это видео, демо, аудио, вот это все. Редко встречаются какие-то прям... Три фотографии. Такие логопедические проблемы, чтобы мы их не преодолели все-таки. А что касается известных людей, которых мы приглашаем, тут, конечно, поскольку проект такой общественный, волонтерский, мы имеем возможность приглашать всех, кого хотят видеть наши участники. Мы у них спрашиваем, кого позвать, кого хочет видеть команда, может быть, какие-то сам... Любимых. Любимых. Бывали странные заявления? Ну, хочу видеть... А кто является настранным? Что называть странным? Ну, вот... Чего всегда спрашивают джигурда? Надо звать Никита джигурда, так чувствую. Еще что удивительное, идут еще школы, вы можете свои знания проверять уже даже просто в будничный день, не в сам праздник, 14 апреля, а прийти в школу онлайн или школу подготовки к тотальному диктанту и тоже проверять свои навыки? Ну, конечно, школа тотального диктанта доступна тоже на сайте totaldick.ru, онлайн-курс. Там же будут материалы оффлайн-уроков, там же выложены диктанты прошлых лет. Мы даем все возможности для наших участников совершенствовать свою грамотность. Как бы приходите. Спасибо вам огромное. Спасибо за этот час. Но я уверен, что мы еще встретимся в рамках телерадиоканала «Страна.ФМ» в этой студии. Я напомню, у нас в гостях Мария Равинская была организатор тотального диктанта в городе Москве. Спасибо огромное. Спасибо. Наука и технологии.